Ну что, дорогие друзья, здравствуйте! Снова мы в телевизоре одновременно и на радиоволне FM-107.1, радиошоу «Соседи» и наша рубрика «Открытый микрофон», которую мы сегодня представим учёным, ярким учёным нашей республики Михаила Чаросова, биологу, Институт биологических проблем креолитозоны Сибирского отделения Российской академии наук, он представляет у нас сегодня, и большой общественник, и Валерий Лепов, это заместитель директора Института физико-технических проблем имени Владимира Петровича Ларионова. Ученик академика. Ну вот, дорогие друзья, сегодня мы будем говорить про движение общественное, научное движение школьников, которому сегодня исполняется, ну не сегодня, прям в этом году, 20 лет. Представляете, 20 лет школьники занимаются наукой, и сегодня мы будем говорить вот об этом движении, есть ли какой-то вот, ну скажем так, выхлоп, да, где эти ребята, которые начинали когда-то 20 лет назад, они уже повзрослели, и присоединяйтесь, пожалуйста, к нашему разговору. Ну, дорогие гости, здравствуйте. Здравствуйте. Ну скажите, давайте вспомним, 20 лет назад сколько работ было отправлено, сколько юных исследователей приняло участие в первом форуме вот этого, ну как сказать, научного форума «Шаг в будущее». Ну, видимо, мне нужно сказать, потому что мы вообще-то присоединились к этому движению чуть попозже, чем отдельные регионы России. Если Москва отчитывает свой счет от 91-го года, то у нас вот основные письма стали приходить в 95-м году, и первый президент нашей республики, Михаил Ефимович, он дал поручение Национальному фонду возрождения Баргары, чтобы эта программа у нас в Якутии заработала. И вот с 96-го года пошли такие организационные работы, и, ну, первая конференция, она состоялась в январе или феврале, я уже немножко подзабыл, и в 117-го года, где участвовало 114 детей. Мы их отобрали по принципу, объявили как бы заочный отбор, и прислали нам работы, мы их прочитали, и 114 работ с элементами исследований, где имели собственный материал, мы пригласили. Скажите, а тогда эти ребята, они уже работали, вот я знаю, что политехническая школа номер 2, или как она называется, да, Якутская у нас в городе Якутск, она очень давно работает, сотрудничает с учеными Новосибирска, по-моему, Якутска, да, вот. А были ли такие работы, когда вообще просто из глухих деревушечек прислали вам работы, когда вот действительно энтузиасты, преподаватели от Бога, педагоги, они направляли своих учеников? Ну да, вот, в принципе, мы как раз увидели, что у нас, в принципе, вся республика, она была заинтересована. Ну, надо признать, что первые годы охвата, ну, всей республики не было. Это сейчас у нас участвуют, это все 36 муниципальных районов, а тогда было меньше, ну, больше половины. Действительно энтузиасты. Да, больше половины. Вдругленных в науку. Да, приходили из очень отдаленных регионов. Могу вспомнить, например, Тасурях, там у них была интересная работа по кроту. То есть, в принципе, таких местонахождений немного в Якутии, и прямо ребята описывали численность их, плотность, как бы сколько на какой квадратуре было. Это вот я запомнил, работала на страну, ну, редкие участки, и там постоянно ученые находиться тоже не могут, да. Ну, и таких работ было очень много и из самых различных регионов. Ну, в основном, конечно, надо признать, что центральная Якутия, юго-западная Якутия в основном была, ну, вот такие, меньше с севера. Ну, мы, в принципе, начали. Ну, надо сказать, что, значит, 91-й год, это МГТУ имени Бауна, и нам очень повезло, что академик Ларионов, он сам выпускник МГТУ, он с красным дипломом закончил. Соответственно, это просто аура такая, быстро-быстро установилась. А вот, Валерий Валерьевич, подключайтесь к разговору. Вы же тоже ученик Ларионова и тоже закончили тот же ВУЗ. Да, я закончил. И, кстати, вы дитя тех научных дел. В 87-м году в 91-м поступил в аспирантуру, то есть, находясь здесь, в Якутске, работая в институте, я поступил в аспирантуру московскую, института машиноведения. И начал активно участвовать в конференциях московских. Вот 91-го года конференция, например, космонавтика, 21-й век, молодежная. Таких мероприятий проводилось очень много тогда. А смотрите, вот университет ваш, Армаматор, они проводят уже вот эту конференцию 25-й год подряд, да? Да. Такую для школьников. То есть, с 91-го года это движение организовалось. Все молодежные конференции, которые ориентированы были на школьников и студентов, они организовались в такое движение «Шаг в будущее». То есть, вот у нас в республике больше на школьников ориентация. Там молодежь, студенты участвуют. Да. И вот в 91-м году с этой инициативой, то есть перенести в республику, Владимир Петрович обратился к Николаеву Михаилу Ефимовичу. Он горячо это поддержал. То есть, еще нужно называть, наверное, Колесникова, академика МВТО имени Баумана, который был председателем жюри и до сих пор там активно участвует. Он приезжал в Якутию? Да, приезжал в Якутию, и вот это движение получило отклик во всех улусах, городах Якутии, и теперь активно очень там сотни участников каждый год. Ну, смотрите, вот наука, она переживает сегодня не очень такие легкие времена, да, в 90-х годах началось, ну, вот это вот дело, так сказать, и сейчас. Ну, или, может быть, сейчас какие-то наметились какие-то вещи, которые, ну, очень такие позитивные, скажем так. Ну, тут две тенденции действуют. Одна – это ориентация на Запад, которая вот после перестройки пошла, после соглашательской политики Ельцина, скажем, и мы начали ориентироваться на образование университетское, западное. Ну, вот вся программа образования и преобразование реформы РАН именно на это была направлена. То есть упразднение отдельной академической науки и присоединение ее к университетской. Но эта тенденция для России, как оказалось, не работает. Работает очень плохо, бюрократически, забюрократилась полностью наука сейчас. И, наверное, будет возврат, начиная вот с этого года, опять к старой нашей советской проверенной системе Академии наук. Но это как бы пока на уровне реформы. То есть это вы говорите, молодой академик, да, Академия наук Республики. Ну, а что говорить о маститах, которые как бы вот седовласы, мужей от науки? Это идет обновление Академии сейчас, потому что действительно возраст очень предельный. Вот в Российской Академии наук там многих академиков, молодых мало. И вот это обновление, оно внутри, ну, уже начнется, наверное, до конца 20-х годов произойдет обновление полной Российской Академии наук. У нас есть очень гениальные практически ученые молодые, активно работающие, но вот несколько догматически ограниченные вот рамками классических направлений наук. Возможно, произойдет комплексные какие-то исследования, прорвут вот эту вот пелену. Ну, классика, естественно, останется всегда, но вот новые, например, биологические, медицинские направления, они несколько ограничиваются вот рамками старых классических школ. Особенно в медицине, фармакологии. Ну, вот генетика, например, в то время была в СССР запрещена вообще. И сейчас вот, ну, может быть, меньше дополнят. Ну, вот я просто по физике, вот даже сам вот в своем физическом минимуме 21 века, да, Гинсбург, вот физик сам, он сказал, что биология выходит на первое, на лидирующее вот место в мире. А медицина — это практически биология, то есть практическое применение биологии. То есть сегодня вот такое, как бы, да? Да, потому что физика, все растяжения физики, они применяются в биологии и в дальнейшем в медицине. И вот это вот направление является лидирующим сейчас в мире. Если посмотреть по публикациям, по цитируемости, то это отрасль намного оторвался уже от физики. То есть, Михаил Михайлович, вот ваш институт впереди планеты всей. Ну, в принципе, надо сказать, что есть классические направления. У нас в республике довольно большой процент именно таких классических направлений, то есть связанные с биоразнообразием, ресурсами, они тоже имеют право на жизнь и развиваются. Но то, что вот Валерий рассказывает, это в реальности так и есть. В целом в мире генетика, молекулярная биология, пиохимия, они, на самом деле, находят приложение именно в таких прикладных вопросах, как медицина, сельское хозяйство и, конечно, очень большое внимание. Надо сказать, что наша страна в этом плане, ну, не совсем лидирующая даже в этих направлениях, но потенциал нашей страны был всегда. И, например, очень многие законы открывались в том числе нашими российскими и советскими учеными. Ну, если даже разобраться вот в такой более узкой, так, близкоклассической специальности, как вот экология растений, там, геоботаника, который я специалист, например, там многие основные принципы сначала зарождались у нас в России, потом перекочевывали на Запад, там немножко перескрывались, или двойное авторство, или еще что-то. Ну, сейчас, слава Богу, что это груберные ученые многие признают, приоритет в некоторых направлениях наших биологических там. То есть в учебниках, если посмотреть, там это отражается. Скажите, вот эти ребята, которые с 96-го года занялись наукой, увлеклись наукой, сегодня они где, ну, как бы сказать, вы отслеживаете их судьбу, как они принимают участие в социально-экономическом развитии, так сказать, ну, экономическом больше, наверное, да, развитии нашей республики? Есть ли какие-то яркие звезды, скажем так, которые применяют те свои... Ну, не знаю, но вот было увлечение, а потом раз, и оно... Есть такое вот, что вот это вот проросло во что-то такое большое? Вообще-то, в принципе, отследить довольно сложно, потому что у нас, на самом деле, в республиканский уровень проходит очень много участников, да, но, в принципе, уже все регионы это говорят, что это очень полезная программа, что очень много выпускников не только, которые у нас попали на республику, но и участвовали на региональных, на школьном уровне, они являются очень сейчас активными людьми, в основном они везде, можно сказать. В любой отрасли. Да, в любой отрасли. Ну, можно сказать, что вот в качестве истории, все так получилось, что у нас первым участником Всероссийской конференции «Шаг в будущее» был Мартынов Андреевич, он сейчас известный государственный деятель. Ну да, Влад Ученый был, возглавлял Совет. Сейчас он управляет фактически, ну, это кадровая система в нашей республике во многом, это очень, как бы, показывает, что те качества, которые были, проявились, и он во много, например, был инициатором, чтобы у нас в республике просто обратили внимание, он просто ставил вопрос на высоком уровне, что необходимо, чтобы эта программа заработала, и можно сказать, какой-то мере нас подтолкнуло, уже взрослых, чтобы эта система начала работать. Ну, и довольно много ученых сейчас, мы же поначалу уже проводили конференции, это среди молодых ученых и студентов тоже поначалу, то есть, например, многие доктора наук, например, вот, это люди, которые сейчас возглавляют экспертные комиссии наши, это «Шаг в будущее». То есть, первые участники, по сути. Да, ну, и Валерий, например, и Матвеев Андрей, и... Ну, Валерий — это выпускник, скажем так, участник российского уровня, да, «Шаг в будущее»? Ну, он, в принципе, он участвовал и в первых, и на семьях, и в наших. Да, потому что в 95-м году я уже защитил кандидатскую диссертацию и начал принимать участие и как эксперт, и как участник. У нас были молодежные выставки, там было очень много участников, которые ныне работают в академической науке, а не доктора, заведующие лабораториями. Ну, вот смотрите, я удивляюсь, да, вот вы говорите, академическая наука, она сейчас как бы отодвинута слегка, да, или не слегка, к сожалению, а может, к счастью. Ну, я не знаю, нужно очень хорошо как бы владеть вопросом, чтобы разобраться во всем этом. Но вот эти реформы, которые сейчас происходят с наукой, ну, вот академическая и прикладная наука, да, сейчас каков подход, вот вы как ориентируете детей, их руководителей, нынешних исследователей? То есть, например, если, ну, я, допустим, говорю, вот в Оленёкском районе, да, сейчас приступают к разработке очень интересного месторождения, да, связанного с большим таким прорывом для российской экономики, да. И они могут заниматься только вот этой проблематикой, или, может быть, теми же кротами, там, или кем, я не знаю, оленями северными, или там ещё что-то такое. Ну, или, может быть, не знаю, какой-то, ой, но тем же дизайном, или как? Как вы всё-таки ориентируетесь сейчас детей? Всё-таки я имею в виду, а к академическим вещам, или всё-таки больше прикладная вещь как бы здесь превалирует? Вообще-то у нас эти секции, они, в принципе, почти стабильны. То есть у нас есть и классические, и прикладные секции. У нас уже традиционно, в отличие от Москвы, у нас они всегда были все. То есть, ну, надо признать, что МГТУ, он больше технический вуз, и ориентирован он был на технических специалистов. И многие направления мы там не находили. Поэтому нам пришлось находить ещё конференции, которых они не имели названия «Шаг в будущее». Это они в конференции в Казани, в Новосибирске, в Санкт-Петербурге, в Ярославле сейчас. И они не вписывались в московские, но зато очень хорошо нам подходили. Там были такие направления, которые у нас есть. Медицинские, сельхоз, прикладного плана. И мы направляли лучших туда. То есть, у нас получился такой конгломерат, такой симбиоз, который под крышей «Шаг в будущее» участвовало всё. Ну, как иногда такая поговорка, это в Греции есть всё. Поэтому у нас на «Шаг в будущее» есть все направления, абсолютно. То есть, ребёнок, попав туда, он понимает, что где-то он всё равно получит поддержку и сможет выступить за пределами Якутии. Это не всегда Москва. Ну, то есть, вы не диктуете им вот рамки конкретно, да? Так, друзья, занимаетесь вот месторождением таким-то. Со всех сторон рассмотреть, изучить. А на самом деле мы видим, что интерес всё равно есть. И вот, например, эти же работы по танторскому месторождению, они были на этот раз, дети из Оленька, они выступали, рассказывали. То есть, в принципе, мы отражаем тот интерес общества, который происходит. И, надо сказать, например, технические специальности, поначалу они были очень в малом количестве. Вот Валерия подтвердит, там была секция науки земли технической науки. Там технически было мало. Теперь это доминирующее. Но мало это сколько? Два доклада, десять или сколько? Нет, ну, двадцать. Двадцать, да? Сейчас уже там за тридцать, за сорок, пятьдесят. Да, науки о земле... То есть, вдвое? Нет. Больше. Потому что там предварительный отбор еще. Науки о земле и технические были почти по двадцать. То есть, это были науки географические, геологические. Они были вместе двадцать. А теперь только технические науки и горная инженерия, и энергетика, они уже зашкаливают. То есть, еще предварительный отбор еще в регионах. То есть, мы все равно волей-неволей интерес к техническим специальностям, прикладным уже отразили. Но у нас еще есть такая общая установка, которую и Москва дает. И мы обязаны сделать. Значит, у нас есть увеличенная доля, может, искусственная, на первый взгляд кажется. Тридцать пять процентов работ, которые мы отправляем, они должны быть в направлении технического и прикладной математики. То есть, видите, уже установка идет. Больше доля этих специальностей. Да, остальные у нас тоже имеют право на жизнь. Но технические приглашаются в Москву четыре-пять человек, шесть. А по остальным в каждой секции по одному. А как, смотрите, как взрастить-то вот этих вот математиков таких гениальных в нынешних условиях, когда часы сокращаются, там, учебные? Ну, как-то вот... Каким образом педагогу нужно... Это за счет каких-то дополнительных вещей? Это же ведь не только в рамках программы. Отвечу, может быть, частично. Давайте, Валерий Валерьевич. Потому что у нас очень развита в республике система дополнительного школьного образования. И я как раз активное участие в ней принимаю, наверное, с 2010-го или еще раньше года. Это выставки школьников научно-технического творчества. Дело в том, что шаг в будущее, сама программа задумана была как Олимпиада-выставка. То есть даются какие-то конкретные доклады и выставка достижений, изобретений школьников и их прикладного творчества. А вот у нас в республике отдельное направление есть. Это вот выставки достижений школьников. Там начинают ракет, различные робототехника. Кстати, робототехника включена в этом году уже как отдельное направление. В шаг в будущее, в московское, которое будет в марте проходить. В Витинске тоже было. Информационные технологии сейчас включаются активно. Спутниковые технологии. У нас есть свое направление, где школьники берут частично, изобретают спутники маленькие и запускают их на высоту до 100 километров. А вот у детей сейчас есть какая-то тяга к сельскому хозяйству? Что-то такое, без ГМУ, конечно, чтобы были какие-то фермерские вещи? Отдельная секция на выставках всегда посвящена сельскому хозяйству. Там были интересные работы. Каждый год новые. Эксперты меняются. В первом году я не участвовал как эксперт в конференции. Также вот, потому что школьники, они улучшают, могут улучшать свои работы каждый год, выставлять новые работы. То есть вот сейчас вот просто я уже не в курсе, как это следят за тем, чтобы та же самая работа улучшенная добавлялась. Ну, допустим, смотрите, вот в Татарстане, да, в школе, в обычной, как сказать, если ребенок занимается наукой, ему предоставляют, ну, старается, во всяком случае, школа обычно рядовая в Татарстане предоставить такие возможности ребенку, чтобы он осуществил свою научную мечту. Пусть она будет маленькая, пусть она будет какая-то корявая, немножко какая-то хромающая какая-то. Но во всяком случае есть попытки, есть какой-то вот, ну, как сказать, ну, в общем, желание сделать что-то, да. Вот, и школа идет навстречу. У нас вот условия какие-то, наверное, ну, невозможно таких условий создать для наших, да, допустим, детей. В том же сельском хозяйстве, например, чтобы они там какую-то теплицу там организовали или что-то такое, там, не знаю, собрали урожай ананасов или что-то в этом роде. Ну, я не знаю, как. Наоборот, у нас в Якутии уделяется тоже очень большое внимание. Я вообще вижу, что у нас в Якутии детям и молодежи уделяется вообще огромное внимание. Министерство образования, на самом деле, ну, как бы, ну, говорим, да, наука, наука, на самом деле без министерства образования, без региональных управлений образования, в узлосных районах, без школ, это вообще программа бы не работала. Она, по сути, народная, потому что учительство и руководство образования, оно поддерживает. Вот, это все, в большей части, мне кажется, это за счет, заслуга именно педагога. Ну, надо сказать, что просто, это просто учителя, да? Без поддержки ученых, без консультации, без передачи опыта по методике, по неким интересным программам, им было бы тяжелее. Ну, и надо сказать, что вот такой идет сплав науки, высшей школы и образования. Тут надо упомянуть, что и наш вуз ведущий, он тоже играет очень большую роль, потому что у них есть вузовский округ, они тоже взаимодействуют, и подразделения сейчас. Вуз, это имеется в виду СВФУ или кто? Да, СВФУ, да, СВФУ, надо сказать, в первую очередь. У ИГСХ есть отдельные такие движения, но все-таки в сельском хозяйстве, вот если помянуть, то есть малая сельхозакадемия при институте сельского хозяйства. Вот они там проводят, и проводили Андрей Андреевич Мартынов в свое время, это очень много там организовывал, ну и причем поддержку, создание этой малой академии наук, это было Егора Афанасьевича Борисова, в то время он был директором НИСХ, поэтому, видите, все, это все верха, они там задействованы. Михаил Михайлович, вы молодец. Я просто ходячий, я ходячий в студии, поэтому делаешь что-то такое. Поэтому, соответственно, надо сказать, что вузы очень много сейчас делают. Есть факультет довузовской подготовки, там тоже есть малая академия, а сейчас вообще Егор Афанасьевич учредил 29 апреля прошлого года уже малую академию наук республики Сахай-Якути. Ну, правда, она была создана на базе физмат-формульский край, но это именно та база, которая по-настоящему нужна именно для того, чтобы было и олимпиадное, и эфирское. Ну, то есть талант, типа, молодежь, детей как-то как бы выискивать и огранять. Да, и в дальнейшем. То есть если вот так по аналогии провести, шаг в будущее, это как поиск алмазов, а малая академия наук, это, по идее, должна быть уже огранка их бриллианты. Да. А уже изделия делать из них, это уже, пускай, высшая школа и большая наука этим занимается. А еще вот смотрите, такой вот меня всегда интересует. Допустим, ребенок в первом классе занялся там чем-то, чем-то, да? Ну, допустим. В первом сорта. Ну, не в первом, в пятом классе, да? Вот. А потом вы его поддерживаете, чтобы он как-то наращивал, чтобы каждый год он приезжал, что-то там, свой доклад? Или как? Или каждый раз это новые участники? Нет, это, наоборот, поддерживаются именно те, которые движутся, развиваются. Вот как раз это Валерий говорил. Экспертные комиссии у нас на республиканском уровне, да и на региональном, они примерно стабильные. И они, значит, порой, видя ребенка, они ему говорят, ну что ты сделал нового? То есть, каждый раз уже они понимают, что на старом багаже уже не проедешь. Если человек не движется, не развивается, то он чаще всего оказывается не в лидерах. То есть, это создается система, по которой надо всегда делать что-то новое. То есть, ребенок, он работает целый год под руководством ученого какого-то, да, уже? Учитель, да, учителя, конечно. Учитель, да, учителя, конечно. И для него ученый, может быть. Это он отслеживает всю информацию вообще. И сейчас же проще, да, в общем-то. Отметить, что кроме алмазов, да, вот как сказал Михаил Михайлович, что еще и границы и сами инструменты, то есть, педагоги. Они каждый раз должны свою квалификацию поднимать. То есть, новое знание учеников внедрить, соответственно, они сами поднимаются. Поэтому вот талантливый педагог, он в чем отличается от того, которого инертного? Что он постоянно растет. Он учится. Он учится вместе со своим учеником. Поэтому вот каждый год приезжают от одной, например, от одного педагога несколько. На следующий год приезжают, они еще более повышают качество своей работы. Вот и тогда сразу видно и педагога, и ученика. Ну, если сочетание и талантливый ученик, и талантливый педагог, тогда получается вот прорывы на Россию, на международный уровень. Ну, смотрите, 114 докладов, это было в 96-м году, 20 лет назад. Я еще раз подчеркну, что это все-таки уже 20 лет. Это же, надо же, это целое поколение выросло, да? И несколько поколений ребят, которые сейчас уже влились в ряды, ну, так сказать, труженики, села. Да, родители тоже. Да, которые где-то работают, ну, в общем, в промышленности, ну, и так далее. Но сейчас сколько участников обычно бывает? То есть уже есть какой-то определенный некий вот, ну, стабильно там, или постоянно с наращиванием, с каким-то увеличением? Ну, вот последние три года мы где-то стабилизировали численность, где-то, значит, 1200... Стабилизировали? Да, 1300 участников. Сколько? Значит, 1200-1300 участников было. А в этом году эту квоту чуть уменьшили, это 780. Ну что, дорогие друзья, давайте быстренько пожелаем успехов вашему детищу, замечательному шагу в будущее. Пусть как можно больше ребят увлекаются наукой. Ну, большое, огромное спасибо поблагодарим наших гостей. Валерия Лепова, академика Академии наук Республики, и Валерия Чаросова, Институт биологии, ученый-биолог. Спасибо. Удачи. Успехов вам. Идите. Радио Саха. Первое. Радио Якутии.